здравствуйте коллеги с вами саков роман компания адмиралс и рад приветствовать вас нашему видео сегодня понедельник поэтому мы как всегда обсудим ключевые события предстоящей недели что произошло на предыдущей неделе посмотрим на ключевые рынки и также разберем отдельно вопрос по также отдельным инструментом фондового рынка но прежде чем мы начнем не забывайте ставить лайк этому видео вопросы которые у вас появляются всегда оставляйте в комментариях и так начать хотелось бы с того чтобы как раз посмотреть то как себя ведет ключевой американский индекс мы в принципе поговорить о том что мы ожидаем впереди перед открытием текущей торговой недели здесь сразу скажу что у нас на этой неделе ну точнее в сша будет день благодарения соответственно рынке будут закрыты в четверг американские и будет также укороченный день в пятницу но здесь преддверии как раз данного события была информация на сайте cnbc то что в принципе эта неделя может стать довольно таки неплохой для индекс s&p 500 и в данном случае мы также видим что нас тенденция восходящая по данному инструменту тоже продолжаются но а в принципе с 50-х годов это неделя да то есть неделя когда идет день благодарения на я традиционно хорошую то есть рынки растут в преддверии как раз дня благодарения ну и сразу же после него ну а дальше я напомню что нас впереди декабрь и вполне вероятно что можем ожидать также и предновогодние ралли поэтому пока все выглядит довольно неплохо с точки зрения позитива для для продолжения роста и в целом увидим что индексы растут да есть некоторые коррекции по отдельным бумагам об этом мы тоже поговорим чуть дальше и также одно из ключевых событий на этой неделе это будет анонс от президента байдена кто же станет новым главой фрс пока на текущий момент есть два кандидата это джером пау да то есть который сейчас руководит фрс и говернер лайн брэйнард то есть как возможно из кандидатов соответственно об этом анонс тоже будет сделан на этой неделе и здесь опять же будет важно понимать кого выберут здесь это будет жером паула то плюс-минус были все понятно как он будет продолжать свою политику действовать да если придет новый человек то соответственно в этом случае уже какие-то новые события здесь можно будет ожидать ну и в целом также у нас продолжается сезон отчетов а на текущий момент и еще одно событие на которое обращают внимание вот по крайней мере то эта информация которая есть на портале фактсет которому мы периодически возвращаемся для того чтобы смотреть как идет сезон отчетов это а упоминание о проблемах с поставками да сейчас этот вопрос очень важный и сейчас фактически мы видим то что 342 компании из-за индекса 500 которые читались уже об этом упоминали в ходе своих звонков когда проводится как раз когда публикуются отчеты когда компания проводит звонок уже с инвестором да где сообщают о том что произошло какие доходы и вот вопрос проблем с поставками становится все острее и острее собственно сейчас он находится на пиках за последние ну за последние порядка десяти лет а то есть 2010 года поэтому это то на что еще обращают внимание на инвесторы но пока как мы видим а тот позитив который на рынке есть он все еще сохраняется а также отчеты были по алибабе на предыдущей неделе был как раз на позапрошлой неделе был день холостяка в китае да и много компаний из китайского интернет ритейла отчитались о рекордах да то есть фактически это были рекорды у его либо боеву джиде ком и сейчас как раз прошел тоже отчет поле баба и акцию по летам порядка одиннадцати процентов собственно здесь было некоторое замедление выручки то есть фактически компания по отчиталась ну позитивно рост был но он был хуже чем ожиданий поэтому по кличке на этом фоне как обычно и бывает компания просела давно в случае там порядка одиннадцати процентов было снижение то есть вот в принципе все идет неплохо да ну то есть мы понимаем что есть влияние и самой страны да то есть были скажем так геополитические риски которые все еще сохраняются для китайских компаний но в целом отчет неплохой да но он был хуже чем до ожидалось поэтому здесь эти бумаги просели в моем случае то здесь портфель немножко тоже просел но никаких действий там выходить из этой бумаги я бы кроме для себя здесь не планирую а теперь давайте посмотрим что у нас ожидается еще на этой неделе из событий по сша сегодня выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья в японии во втором будет выходной в среду вы выйдет большой пакет данных из сша ввп будет опубликован здесь пока ждать и на прежнем уровне квартальный ввп 2 процента заказы на базовые товары длительного пользования здесь ожидается небольшое снижение а продажа нового жилья здесь тоже ожидается небольшое снижение постам по сравнению с предыдущим то есть мы видим определенные замедление происходит и изменение запасов сырой нефти они здесь тоже видим что увеличиваются соответственно в четверг как я уже говорил сша будет выходной так будет день благодарения и в пятницу тоже будет частично торговля на неполный рабочий день по данному инструменту по американскому рынку теперь давайте посмотрим что у нас происходит на ключевых инструментах и начнем и как всегда с евро доллара евро доллара как мы в принципе говорили ранее тенденция вниз продолжается то сейчас мы торгуемся уже по новым локальным минимум сейчас моменте цена 1 1286 и принципе нисходящий тренд он продолжает следующей области поддержки уже видны на на уровне 112 1150 вполне вероятно что туда как раз на фоне укрепления американского доллара мы и можем прийти поэтому те позиции которые опять же имеет смысл рассматривать это продажи но для того чтобы в них заходить как раз нужно дождаться коррекции если это на рынке произойдет то тогда уже будет более разумно входить непосредственно по тренду а по паре британский фунт американский доллар также тенденция сохраняется нисходящая а пока мы не переписали те минимум которые у нас были сформированы в начале ноября но фактически уже с прошлой недели мы вновь перешли краткосрочную фазу снижения то есть пятницу мы закрылись ниже тех уровней которые были сформированы в четверг поэтому сейчас а ближайшие цели краткосрочным по снижению эту область 13360 туда пара и стремится соответственно после обновления а данных минимумов уже откроется дорога снижения на 132 а по паре американский доллар канадский доллар здесь восходящий тренд вновь начинает преобладает собственно весь ноябрь для данной валютной пары он проходит под знаком американского под знаком роста американского доллара а соответственно сейчас пара стремится уже на область максимальное значение которое мы видели в августе это 127 но и 128 соответственно поэтому здесь если рассматривать какие-то торговые идеи то пол после коррекции в них заходить то сейчас мы опять же торгуемся на локальном максимум за текущий день вполне вероятно что краткосрочно здесь может сформироваться как раз коррекция после завершения которой имеет смысл также рассматривать уже присоединение на продолжение данного тренда а по паре американский доллар японская иена здесь волатильность она также достаточно высокая в было в ноябре то есть внизу мы торговались там 112 в локальном максимум доходили до практически 115 то есть порядка 300 пунктов пара торгуется в течение данного месяца но сейчас мы находимся практически в середине данного диапазона но тренд у нас сохраняется восходящие сейчас мы торгуемся в области поддержки поэтому здесь опять же с точки зрения часового таймфрейма если будут как раз изменение настроений когда у нас мы сможем переписать локальный максимум предыдущего торгового дня тогда будет имеет смысл также рассматривать присоединение на уже продолжение роста потому что здесь покупки они остаются приоритете а по австралийцу австралий здесь немного приседает мы на прошлой неделе также говорили о том что есть возможность как раз присматриваться к покупкам вблизи вот 17 ноября как раз мы об этом говорили мы говорили об этом до 15 ноября то есть пара как раз корректировалась но здесь мы ушли ниже меню которые были 12 ноября и тенденция нисходящая продолжилась но с точки зрения часового таймфрейма у вас поддержки как раз на минимум который был в сентябре она все еще актуально все еще сохраняется и фактически у нас тренд и пока все еще просматривается здесь восходясь то сейчас мы как раз вот подходим к области поддержки от которой мы можем видеть отскок и продолжение роста там в течение трех-четырех недель в область 75 а по новозеландцу картина тоже похожа но только здесь краткосрочно мы пока не ушли как раз ниже тех а минимум которые были сформированы в ноябре поэтому здесь очень часто эти пары бывают одинаковые сигналы но они не всегда одинаково отрабатываться в этом случае там сделка которая могла быть по стрелить она бы могла закрыться по стоп лоссу по новозеландцу она бы все еще действовал поэтому здесь пока тоже сценарий я для себя оставляю на повышение то есть целями роста как раз на перехай тех уровней которые были в октябре золото немного корректируется но об этом мы говорили то есть она была довольно таки перекуплена фактически закрепились мы выше отметки 1833 в принципе сейчас сюда коррекция идет можно даже чуть ниже подупасть там до 1820 1815 но в целом общий тренд пока сохраняется восходящий опять же на фоне роста инфляции и опять же также были сообщения о том что куи да то есть сворачивание мягкой кредитной одежды кредитной политики она может быть быстрее да то есть чем было запланировано поэтому здесь тоже золото на этом может выйти получить свою долю роста что называется snp я в пятницу мы видели новый локальный максимум 4726 затем концу дня мы скорректировались ну и фактически закрылись ниже открытия а пока общий тренд опять же сохранить восходящий но уйти и еще раз на 4650 4600 мы вполне можем но опять же здесь разумно рассматривать пока покупки да то есть общий тренд идет восходящий конечно коррекция тоже может начаться но пока пока мы видим то что покупатель у нас в этой борьбе преобладают а вот индекс dax чуть более сильно упал как раз пятницу пятницу да немного переписали максимум то есть сформировав еще одно максимальное значение которое было ну и собственно потом концу дня на обвалились до минимумов на 16 тысяч 90 фактически те минимум которые были 15 ноября поэтому здесь краткосрочно у нас сохраняется коррекция ну и по завершению данной коррекции уже будем рассматривать возможности для присоединения по данному тренду на продолжение роста а нефти а вот по нефти здесь как раз то что мы говорили область поддержки которая была там на уровне 80 она сломлена и сейчас я мы уже торгуемся ниже ну в районе 79 что сейчас цена по нефти марки брэн 79 22 то есть мы пробили область поддержки и начинает формироваться как раз тренд больше нисходящий мы сможем еще там подскочить до 81 82 но пока здесь я бы рассматриваю как раз а в данном случае нисходящую формацию пока данный тренд фактически который мы видим в течение ноября он пока не будет сломлен поэтому здесь пока преобладают также на продаже ну и в целом если посмотреть по dow jones там здесь у меня открыт дневной таймфрейм да то здесь dow jones чуть больше проседает чем s&p 500 ну и nasdaq в отличие от этого то есть как раз здесь мы видим раскорреляется на текущий момент акции бумаг из реального сектора далеки от локальных максимумов ну как далеки то есть принципе здесь посмотреть то порядка двух с половиной процентов от локальных максимумов мы находимся nasdaq уже и сегодня да то есть на премаркете все еще обновляется уже свои исторические максимумы а в данном случае также я хотел еще посмотреть по моему инвестиционному портфелю да то есть мы периодически тоже к нему возвращаемся и пока у меня переключается как раз мой счет давайте посмотрим что у нас на текущий момент есть из бумаг из индекса s&p 500 которые также просели последнюю за последнюю неделю а в принципе здесь опять же тот же самый фильтр который мы видели прошлый раз но уже компании стало гораздо больше то сейчас порядка 43 бумаг из индекса s&p 500 которые проседают в месяц более чем на 10 процентов многие просели еще сильнее но тем не менее то здесь из тех компаний которые появились новый intel да то синтол проседает также в ноябре сейчас торгуемся по 49 25 и все еще у нас пир и что остается 9 и 6 по нему поэтому тоже довольно таки неплохо но у меня он уже есть портфель то здесь я добавлять его не буду а также появилась такая бумага для же темп лад то есть такая принципе защитная бумага я в принципе мы видим что прогнозы по ним довольно таки неплохие вот аналитиков и проседает там с 50 сейчас торгуемся по 41 плюс компания платит дивиденды и там принципе все неплохо также проседает еще активижен близор вот эти компании как раз я в принципе думаю усредниться в следующем месяце по по данной бумаге также из тех компаний которые более дорогие по пиры и что то есть тоже проседает виза а все еще пайпал да то есть мы видим что тенденции нисходящего тоже продолжаются но появились еще ряд бумаг филипс да тут тоже добавилось и volero energy тоже проседает довольно таки неплохо ну как раз на фоне снижения снижения нефти а ну и в принципе остальные бумаги вы тоже по финвизе сможете для себя посмотреть а мой портфель он тоже довольно таки сильно просел и фактически сейчас здесь совсем небольшая прибыль у меня ну плавающая прибыль которая есть за счет того что много бумаг которые были моем портфеле все еще остаются они довольно таки сильно в этом плане просели а ну язык самобил да то есть здесь принципе я уже выходил people's united financial также продолжают держать archer archer denis midland то есть тоже рост здесь продолжается в принципе локальный максимум был там в июне в районе 68 69 тоже продолжает держать по write and technology здесь тоже есть довольно таки неплохой потенциал но пока бумага корректируется я тоже ее продолжаю держать а волгарин бутс альянс ну собственно такая бумага заходил там да по по низам еще в том году вот соответственно 10 меня все большое желание скинуть но думаю что есть бумага вернется там в область 56 или может быть идет к 60 то из нее тоже буду выходить caterpillar также продолжает держать в принципе если инфраструктурные проекты байдена пойдут дальше то для этой бумаги показать опять вернуться там область 240 где они были то тоже может быть довольно таки неплохо на циска вот кстати еще одна бумага да из которой я выходил в этом году ты сейчас тоже вышел отчет который не очень понравился инвесторам они тоже сейчас проседают но в целом опять же если мы там вернемся в области 40 то я скорее всего это бумаги тоже вернусь а ее добавлю а тайсон фуд неплохо растет да то есть принципе здесь тенденция продолжается то есть тоже такая защитная бумага apple новый локальный максимум да то здесь тоже я добавлялся в эту бумагу несколько раз и также его продолжают держать палантир ну в принципе здесь без каких-то сильных скачков но тоже достаточно волатильная бумага после и пила сейчас торгуемся по 21 и и здесь пока самый большой из рисков которые есть у инвесторов это непосредственно то что у компания ключевой фактически выручку которые получают это госорганы сша дусть там и фбр и цру насколько помню то есть вот на них как раз являются основными клиентами альтерыкс в здесь пока эта бумага занимает мы в моем портфеле самую большую долю да и здесь я тоже несколько докупок делал пока этого делать не буду но здесь тоже пока эта бумага проседает но пока я ее тоже для себя буду продолжать держать а в принципе то есть с ориентиром полгода год я думаю что она сможет вернуться на по крайней мере те уровни которые мы видели в двадцатом году то есть принципе потенциал не довольно неплохой на solar edge вот здесь как раз бумага ожила и в принципе показывает нам те уровни которые нас были в в двадцатом году то есть практически к локальному максимуму подбираемся биоген да то есть но вот наверное тоже слушатели помню где здесь я заходил вышел на позитивные новости как раз по лекарству от от геймеров по данной бумаге сейчас на вновь корректируется в принципе если уйдем обратно там в район двухсот то я опять в эту бумагу перезайду потому что здесь диапазон этот боковик он очень хорошо просматривается и принципе здесь я тоже буду продолжать держать а никола продолжая держать там объем не такой большой докупок новых не делал но в принципе бумага последние пару месяцев немного подрастала сейчас даже в этом месяце было там районе 15 а потом они подупали ну здесь продолжают держать тут как бы ничего существенного не меняется то есть здесь если выстрелить то может выстрелить довольно таки неплохо а алибаба корректируется то здесь я уже несколько докупок делал в принципе максимум который у нас был там район трехсот двенадцать с текущих уровней бумага потенциал на то что она может удвоиться он все еще остается а по байду бумага пока в плюсе но вот подходит как раз тоже к моему уровню где я докупался но в принципе так себя чувствует весь китайский сектор поэтому здесь ничего такого нету здесь я для себя этот риск брал и его принципе продолжаю также держать но intel тоже в небольшом плюсе пустой коррекции которая была понятна не столько сколько бы хотелось но тем не менее спотифай тоже здесь неплохо отрос с того момента когда заходил и если посмотреть еще тогда по в целом по всем бумагам которые у меня есть может быть что-то забыл сейчас я открою и пфайзер да то есть довольно таки неплохо показывает рост но особенно на фоне предоставления лекарства до от коронавируса поэтому здесь ситуация с модерна немного нивелируется то есть в этом плане пфайзер показал неплохой результат и фактически 1 2 3 4 но 5 по результату в моем портфеле на текущий момент до этого бумага модерна до подупала но принципе тоже я бы по ней усреднился вип-шоп тоже пока продолжает снижаться но опять же риск китайской компании здесь он остается в целом да опять же я мы видим что у нас индекс sb500 находится по локальным максимумам но были ряд компаний на как зиллу как beyond meet которые читались не очень хорошо да как модерна но по крайней мере после тех отчетов которые произошли до их начали продавать но опять же такие больше долгосрочные истории которые я для себя я по крайней мере продолжаю держать поэтому здесь уже на фоне того как sb500 в общем может проседать а уже для себя явно по этим бумагам также планирую увидеть отдачу там через 3-6-12 месяцев поэтому их я продолжаю держать своем портфеле ну на сегодня это все не забудьте поставить лайк этому видео если оно вам понравилось вопросы оставляйте как всегда в комментариях но мы с вами увидимся через неделю и посмотрим что происходит на рынках что будет интересного и как мы будем подходить уже к декабрю также у нас на этой неделе запланированы вебинары будет вебинар с фуадом на будет также вебинар с александром элдером на этой неделе поэтому обязательно регистрируйтесь ссылка на регистрацию на вебинар будет в описании к этому видео ну а всем желаю хорошего дня хорошей недели спасибо за внимание и до свидания